Люди, ставшие гениями после удара по голове Еще одна удивительная загадка человеческого мозга. Все эти люди получили мозговую травму и внезапно обнаружили, что умеют говорить на иностранном языке, играть на музыкальном инструменте или жонглировать числами. Большинство из нас мечтают проснуться в один прекрасный день и обнаружить у себя новый талант, умение или знание иностранного языка. Некоторым довелось пережить такое в реальности. Один из них – Джейсон Пэджетт. Джейсон Пэджетт. Математика и физика. Не доучившись в средней школе, Джейсон работал в мебельном магазине своего отца, а ночами пропадал на вечеринках. Пока в один прекрасный день его не ударили по голове, и 31-летний молодой человек внезапно стал гением в физике и математике. У Джейсона диагностировали синдром саванта – савантизм, при котором мозговые травмы могут внезапно подарить пострадавшему неожиданные таланты в математике, изобразительном искусстве или в музыке. 43-летний Пэджетт – один из немногих людей в мире, способных от руки рисовать фракталы, самоподобные геометрические фигуры с громадным количеством повторяющихся звеньев. На создание одного фрактала Джейсону требуется недели, а то и месяцы. Орландо Сорелл. Календарные вычисления. Играя в бейсбол, 10-летний Орландо Сорелл был сбит с ног ударом мячика по голове. Мальчик не рассказал об этом родителям, и врачи его не осмотрели. В течение целого года Орландо страдал от непрекращающихся головных болей. Когда же боли, наконец, прекратились, мальчик обнаружил удивительную способность – он мог абсолютно точно назвать день недели по дате. Вообще, любые вычисления, связанные с календарем, Сорелл выполняет в мгновение ока. Он моментально может назвать количество дней между любыми двумя датами, или же, например, сколько раз в течение тысячи лет 12 марта выпадало на четверг. Томми Макхью. Поэзия и изобразительное искусство. Бывший заключенный, 51-летний Томми Макхью сумел выжить после двух субарахноидальных кровоизлияния мозга в 2001 году. Повреждения в лобной и височной долях мозга заставили Томми постоянно рифмовать слова и писать картины. Когда закончились холсты, Макхью начал расписывать стены своего дома. «Я чувствую в себе какую-то женственность. Моя голова теперь полна рифм, картин и различных образов», – говорит Томми Макхью. Бен Макмахон. Китайский язык. Когда Бен Макмахон попал в кому после автомобильной аварии, его родители опасались, что он может из нее никогда не выйти. Однако уже через неделю австралийский студент пришел в себя и заговорил на китайском, точнее на его северно-китайском диалекте – мандарин. «Все как в тумане. Помню только, что когда я проснулся и увидел медсестру-китаянку, то сразу подумал, что нахожусь в Китае. Будто во сне я вдруг заговорил по-китайски», – говорит Бен Макмахон. До этого Бен проходил базовый курс китайского в школе, но не закончил его. В конце концов, ему вновь удалось вспомнить английские слова, но неожиданные способности к китайскому не исчезли. В настоящее время Бен работает гидом по Австралии для китайских туристов и ведет телепередачу на китайском для иммигрантов. Испытав в три года эпилептический припадок, Дэниел Темет помешался на числах. В школе он выигрывал призы по математике, однако его необычные способности были обнаружены лишь в 25 лет. Специалисты диагностировали у Темета высокофункциональный аутизм с синдромом Саванта, который позволял ему буквально жонглировать числами. Так, например, он правильно назвал 22514 цифр в числе пи в течение 5 часов и 9 минут. Он также разговаривает на 10 языках, включая исландский, который Дэниел выучил на спор в течение недели. Процесс вычисления в уме 35-летний Дэниел описывает следующим образом. Когда я перемножаю два числа, то вижу их в форме двух картинок. Затем образ начинает изменяться и развиваться, и внезапно появляется третья. Это и есть ответ. Я вычисляю, практически не думая об этом, лишь представляя в уме картинки. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал. Увидимся!